так пойдем мы за коллегой как нам рисует навигатор а тут скане шлифует транс магистраль тоже а здесь еще поворота и уступить дорогу надо в горку вот это да встретил димитров град ладно хоть удачно все обошлось не стащила никуда не в сугроб не на коллегу и главное ведь я пошел и он вылез перед носом у него скорость это не было может быть и это в один ты как раз и прошел да а вот ему легковая в свою очередь помешала бы и так ладно хоть успел я свою полосу встать а и вот он-то покатился уже на тормозах назад юзом пошел так что друг за другом в гору в такую ходить нельзя если уверен в своем грузе то в чужом тут не знаю как быть уверен он тоже думал что он сейчас заберется хватен буксовал и съезжал назад да вот тут уж теперь сейчас будет к точек то да 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 это да 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 и в ту сторону горка встала и в эту так а что у нас впереди 165 километров но 165 километров в хорошую погоду это не что а вот в такую уже что-то да красивая конечно погода только не в дороге вот так такие заносы вот еще однако дымочка на подхвате так что я думаю что город то мы пройдем без проблем тем более что основной это гору мы миновали главное что впереди перейти еще никаких катаклизмов не было так идет у нас здесь указатель на тольятти на самару но это то что нам и нужно светофоры уже в режиме желтого режим ожидания режим внимания да город спит а нам не спится вот к дымке ходили только что ведь разгребали знаете сколько опять намело снега наверно сегодня хочет месячная норма осадков то выпасть казахстан давай немножко прибавляй ходу 30 километров в час здесь тушь по ровно это а ну да здесь то по ровно ты уж можно ехать что-то мне тут навигатор с пантологией сводит то направо тянет под грузовой хотя программа то для грузовиков ай гошка ты да дорога да друзья думал я что мы уже самые страшные позади а теперь у нас коллега еще на переезде стал пустой слагом тормознул его и все и теперь и вперед не назад давайте ребят пока чисто нет никого обходите вот не знаю парни они оба казахстанские сейчас один другому поможет ему решетку надо постепенно так все дальше пойдем в первых рядах как говорится чтобы нигде ничего еще бы не зависнуть блин такие выбоины вроде на асфальте едешь уже лед намерз шишками он потихоньку то тоже нельзя как бы не встать вот а сзади идут как раз не габарит здесь у нас уступить дорогу уходим направо а а а а а а а да дело так чего не промахнуться давненько уже здесь не катался тем более по ночному тем более по ночному городу сейчас вроде правильно ведет навигатор тут уже с пути не собьешься шаг влево шаг вправо грузовикам нельзя хотя навигатор принципе так и прет прямо кто-то он рискует повискнул пошел направо чтобы сократить расстояние прямо через город да вот она колхозная дорожка сейчас она у нас как раз за город и выведет а тут одни шишки мое стиральная доска так стиральная доска да попал коллега в ловушку прямо перед переездом а он еще пустой стал в распор ему сейчас сетку подкинут ребята выйдет лишь бы опять переезд не закрылся перед носом так ну вот у нас уже окраина города я вот так сказал частного сектора уже окраина и сейчас пойдем мы лесом темным лесом темным лесом вот у нас табличка дмитровград закончился и у нас начался от сказочный лес да особенно ночью он еще еще сказочней кажется чем дальше к чему тем страшнее ехать я деревья это пригнула надо потихоньку пожалуй под этими кронами пробираться теперь так-то рэфу то сверху ничего не будет бедки то не а вот спойлер пластиковый да еще антенна у меня тут впереди как бы их тут не повредить на скорости куда столько вот снега бедные деревья их сгибает вон к земле а на улице ноль на улице по-прежнему ноль да со встречкой тут разъедемся так-то расчищен это широко и видно вот только недавно расчистили еще не успела завалить но если такой вот сейчас всю ночь пройдет тут утром будет уже бесполезно ехать да друзья опять тут у нас засада небольшая упало дерево и упало коллеги прямо на бампер весь пластиковый раз фигачила так тут у нас вот кдм к стоит спасибо да нехилое дерево то только бы еще ветками то облицовку не не поцарапать ну дела вот так вот едешь едешь и тебе дерево перед носом даже как остановиться не успел конечно вот такая тяжесть какой тут дерево выдержит ладно еще нездоровый ствол не на кабину упал надо сейчас коллег предупредить которые идут в сторону ульяновской коллега на ульяновской идешь не спеши там дерево упало кдм к его убирает на все к тебе говорю спасибо ребята у вас чистенько вроде был давай спроси там принципе гору посыпали гора стояла за дмитром уже на выезде ну вот так как то с рацией то все равно по информационней а ну ну Продолжение следует... Продолжение следует... Обошли мы Дмитриевград и теперь нам нужно брать направление на Самару. Вставать здесь уже нельзя, иначе встанешь и не тронешься потом. Да, но по сравнению с объездной здесь уже автобан. Правда заснеженный. Так, столько нам до места. До места 146. На часах уже час 43, но из-за того, что здесь Самарская область, и здесь время уже на час впереди от Московского. На снег все не утихает. Решил, видно, сегодня засыпать окончательно. До Самары 141. Но мы прямо на Самару не пойдем. Мы сейчас свернем раньше. Да, друзья, поторопился я сказать, что там Самарская область. Нет, это просто спутник перевел часы. А на самом деле Самарская область я вот только въехал. Сейчас скажу, какой это километр. Была Стелла, да, Самарская область. Но поздно я ее заметил, чтобы запечатлеть. Сейчас найду километровый столбик и отсчитаю примерно километров пять, наверное, назад. Да, 140, где-то на 135-м километре начинается граница Самарской области. Айко, навигатор, спутник раньше нашел время. Точнее, раньше подумал, что область началась и перевел часы. Ввел в заблуждение меня, а я уже в заблуждение ввел вас. Так, проходим мы развязку окошки. Но это если бы нам идти было на Челябинск, то да, мы бы могли уйти на окошке. Тут как бы срезаешь угол. Но нам на Кенель. Поэтому срезать нам ничего не надо. Идем прямиком до трассы М5. Там на Кольце Красный Яр, по-моему, называется. Повернем в сторону Самары. Дойдем до Самарской объездной. И по объездной дотупаем до Кенели. Друзья, ну что, мы уже в 50 километрах от намеченного пункта назначения. Точнее, от места нашей разгрузки. И сейчас у нас здесь буквально через 2 километра 200 метров будет развилка, на которой мы уйдем направо, в сторону Самары. И дальше на Самарской объездной. Так, здесь у нас вроде свободно сейчас обойти по ККДМ. Пока просматривается далеко дорога. Да, и теперь вот мы освободим. Осталось нам считанные километры до трассы М5. Ну, а там уже останется вообще 45 километров до места. И несмотря на то, что на часах ровно 2 часа, силы еще пока есть. Будем ехать дальше. Но уже идет не снег, а дождь. Температура за бортом 0,5 с плюсом. Вот она у нас сейчас развилка перед путепроводом. Да, и здесь мы поворачиваем на Самару. Даже в игрушке есть такая, он показывает полосу, с которой надо поворачивать. Так, а здесь надо аккуратно, а то будет сейчас налить. И не дай бог, точно, и не дай бог куда стащим. Да, погода что-то сегодня из крайности в крайность. До Чебоксара шел минус 10. Потом в Цивильске повернул, дошел до... До Татарстана снег начал идти. И вот сейчас почти дошли до Самары. И начался даже не то, что дождь, а мокрый снег с дождем, наверное, потому что по крыше стучит, как льдинки, а на стекло ложится, как вода. Так, ну что, нам сейчас до колечка 3,5 километра. Сейчас до кольца Красной Яры нам 3 километра 300 метров. И от него еще... Опа! И от него еще буквально 7,5 километров нам до объездной. Так, ну что, до колечка нам 300 метров, и перед колечком у нас ремонт дороги. Так, городили здесь подбойниками, разделили движение. И что-то все здесь под снегом непонятно, все перекопали. Да, здесь вот что делают. Здесь у нас мост строит. И дорога по факту прямо идет. Можно было, конечно, и по кольцу крутануться, но раз движение прямо, почему бы не пойти прямо? Смотрите, опоры уже сделали. Осталось только перекрытие. Но заезд, конечно, тут и съезд крутоват. Значит, все-таки еще выше будем трассу поднимать. Так, еще и вот яма тут у нас. Что-то непонятно. Аварийчик стоял. Такое ощущение, как будто из кувета выехало. Продолжение следует...